Всем привет, друзья! Перед началом ролика хочу вас попросить подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал Рутюб, ВК-видео и Яндекс Дзен, все ссылочки в описании потому что Ютюб блокирует на него, кстати, тоже подпишитесь мало ли он нормально вдруг заработает когда-нибудь чтобы вы смогли без ограничений, без VPN, все эти обзоры посмотреть на тех площадках друзья. Ну а мы, собственно, продолжаем с вами обзор и сегодня мы будем с вами изучать Sweet Baby Massimo или Massimo, итальянский бренд, и я не знаю как правильно произносится, где ударение ставится в этом названии назовем ее Massimo, пускай будет так вот, комплектацию 2 в 1 будем с вами рассматривать вот она перед вами и в цвет у нас Black Air Air в приставочке, это у нас означает то, что у нас надувные колеса сейчас на рынке все меньше и меньше надувных колес и это такие последние динозавры которых еще можно там что-то найти с надувными колесами так на самом деле уже прям мало-мало так, смотрите по поводу наверняка вы сейчас смотрите и вам, наверное, что-то это напоминает есть такие бренды как Moon они вот были первыми уже достаточно старый бренд кто делал вот такого рода дизайн потом начали подтягиваться много-много брендов кто перенял схожесть в дизайне там те же Corella вот вам Sweet Baby ну и много-много еще брендов кто делает очень сильно похожий дизайн вот такие вот люлечки с такими трубочками вот, в общем на самом деле если вам нравится такой дизайн очень много брендов с разными материалами цветами вы сможете купить выбор будет большой если вам такой дизайн нравится, друзья так давайте базовые технические характеристики назову так и вес с люлькой и сидением на удивление абсолютно одинаковый 13,4 килограмма сиденье спинка у нас регулируется 120-170 это чуть позже покажу ширина колесной базы здесь 57 сантиметров размер люльки мое почтение 78 на 33 хороший такой размер и 22 килограмма выдерживает люлечка ну 6 ой 6, пардон где-то 3-4 года ребенок спокойно здесь можно его катать так матрасик дождевик сумка трансформер для мамы адаптер для установки люльки в общем комплект такой не супер богатый но в принципе все самое необходимое естественно есть так смотрим на люлечку друзья классика все стандартненько ручка для переноски она накрывается у нас крышечкой крышечка держится на магнитике вот эта часть у нас убирается внутрь если нужно вот эта часть у нас открывается и мы с помощью кнопочек можем расширить увеличить козырек и вот эта часть сейчас я попробую все не ошибаюсь она должна открываться как москит когда все верно вот собственно что мы имеем летом можно проветривать если мало можно еще открыть секцию вот здесь вдруг живой на животике ребеночек лежит все пожалуйста ребеночек лежит и смотрит у него такая вот панорама открывается перед ним если он на животике вот сразу наперед скажу вот это когда закрываем там все плотненько и ниоткуда не поддувает не переживайте так смотрим здесь у нас также есть нынче модная крышечка полностью видите как высоко поднимается ветерочек вообще поддувать ниоткуда не будет и есть смотровое окошко за ребенком естественно это полиэтиленом закрытое окошком открываем замочек и попадаем к ребенку и что мы видим вот вот так у нас устроено внутреннее пространство давайте достанем матрасик матрасик друзья очень толстый прям здоровый редко такие толстенные матрасы делает но он не самый мягкий достаточно такой упругий матрасик бывать вам совсем такой перьевая подушка нет здесь достаточно плотненький но это и нормально ровно и достаточно плотное дно в люльке это очень хорошо для ребеночка так как есть не давайте проверим кнопочки по бокам они с памятью поднимаем и смотрим на основании если у нас ножки прекрасно четыре ножички высокие даже в лужу поставите с люлькой будет все хорошо так в комплекте идут вот такие вот адаптеры для установки это люлечки поэтому имейте ввиду чтобы поставить люльку нужно их одевать чтобы поставить прогулочный блок их нужно снять так называемые адаптеры высоты прогулочный блок смотрим естественно он реверсивный он ставится и по ходу и против хода естественное дело комплектации когда два в одном коляске они практически всегда такие так смотрите в комплекте у нас накидочка на ножки причем она прям такая вот толстенная абсолютно непродуваемая теплая стойка листочка вот на кнопках все это фиксируется можно вот этой частью вот так за бампер перекинуть здесь зафиксировать и собственно ребенок будет хорошо закрыт она толстая абсолютно вот такая ну сантиметр наверно толщина и достаточно плотный наполнитель напомню ткани сейчас практически везде использованы с пропиткой влагу отталкивает но я бы рекомендовал в дождик прям все таки пользуются дождевиком потому что рано или поздно накидочка промокнет так давайте посмотрим полностью сидячее положение угол и давайте полностью ляжем вот и проверим насколько хорошо закрывает козырек в полностью лежачем положении открываем дополнительную секцию в козыречке и смотрим вот что мы имеем но плюс накидка на ножки принципе нормально ребенка будет и зимой вот чтобы регулировать у нас здесь сзади есть сейчас сумочку уберу чтобы не мешало сейчас мы на нее взглянем здесь у нас есть рычажок благодаря которому регулируем и еще одна возможность регулировать высоту сейчас впереди будет вам виднее вот отсюда видите высота козырька регулируется но это на самом деле классно потому что когда ребенок высокий чтобы он головой не упирался можно отрегулировать вот такая вот сумочка идет стиль левенькая прям вот прям вот для мам они вот такие должны быть вместительные удобные чтоб туда можно было напихать кучу всего вот внутренность сеточка чтобы что-то можно было как-то разделять то что вы туда кладете в принципе норм но смотрите друзья здесь коляска стоит недорого поэтому ждать что вам в комплекте дадут все и сразу там под ключ конверты и муфты и подстаканники не стоит потому что по ссылочке пройдете посмотрите коляска недорогая вот и за эти деньги это очень хорошее предложение и можно потерпеть что в комплекте там чего-то нет это отдельно докупить и вообще не вопрос так пятиточечные ремни магнитный замочек вот это вот мое почтение в этом бюджете накладочки на плечевой зоне на паховой зоне накладочка вот она тоже у нас есть и также есть перемычка чтобы мы могли вот так вот сделать и собственно вперед едем регулируемая подножечка подножка здесь прорезинена чтобы ребенок грязными ногами становится можно было за этим легко ухаживать так друзья что касается ручки вот такой у нее диапазон регулировок точная информация высота ручки от пола внизу в описании по ссылке пройдите на ферстбаге там будет точная информация у меня же сто восемь шесть рост вот сейчас самом низу ручка вот сейчас самом верху в принципе диапазон не самый широкий но должно хватать по большому счету так давайте посмотрим на основании друзья здесь у нас вот такой вот достаточно большой вместительный багажник вот так он на магнитиках держится очень удобно и кидайте туда чего хотите единственное здесь есть трубка перегородка и что-то крупное вы туда не положите не сможете засунуть то что будет мешать но куча всякой мелочи накидайте он высокий прочный хорошо пристегнут к корпусу в принципе норм классно то что здесь надувные колеса друзья есть амортизация анти-шок плюс надувные колеса мягко тихо благородно из-за этого коляска едет действительно приятный ход у коляски так и тормоз сверху нажимаем и сверху еще раз нажимаем оба раза мы ставим и снимаем педаль тормоза подошвой мы не портим обувь очень очень хорошо так давайте попробуем сейчас ее сложить вместе с прогулочным блоком так так вот это по моему делалось вот эту вот так и здесь вот так так вот такая вот необычная конструкция давайте попробуем поставить не совсем стоит конечно она ну на бок придется ставить в общем есть удобная ручка для переноски ставить неудобно но складывается вместе с блоком вспоминаем цену прощаем какие-то мелочные недостатки это ерунда так открываем вот таким образом все готовы к поездке по большому счету не идеальная коляска но по ссылочке в описании пройдите друзья посмотрите на цену я считаю вполне себе маленькие недочеты можно ей простить которых слава богу немного вот достаточно качественно сделано это тоже самое по качеству исполнения что и бренд карелла абсолютно все идентично поэтому если что-то из этого выбираете уже берите чисто то что вам просто понравилось как как едет как ощущается а так это что в лоб что по лбу вот короче говоря всю информацию которую хотел донести донес вопросы есть пишите в комментарии пообщаемся но вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора и удачных дорогах всем пока